Вот, собственно, жирненькая черта. Это среднее значение. Это первый квартель и третий квартель. То есть здесь 50% респондентов находятся. В этом диапазоне находятся 99% респондентов с лишним. И здесь находятся выбросы. Это, пожалуй, в Дании люди очень удовлетворены своей работой. И концентрируются на... 50% концентрируются на промежутке от 8 до 9. Вот Россия, Украина и Косово демонстрируют в целом очень негативное отношение к работе. Итак, если мы хотим посмотреть, как различается средний по переменной, которая измерена по интервальной или метрической шкале, мы используем дисперсионный анализ как таковой. Причем, если у нас дисперсии равны, смотрим табличку Анова. Если дисперсии не равны, смотрим тесты. Если у нас зависимая переменная, то лучше применить дисперсионный анализ Краскола Уоллеса, который оценивает равенство не средних как таковых, а равенство средних рангов.